На самом деле, кроме каких-то нюансов или оттенков, я, наверное, вряд ли бы стал с чем-то спорить, а попробую просто развить некоторые моменты, которые мне кажутся достаточно важными и, к сожалению, упускаемыми в нашей общественной дискуссии. Вот я недавно проанализировал ситуацию с экономическим ростом в России, вот как попало довольно много данных, и я начал сопоставлять, это, наверное, очень странная, на первый взгляд, и по-своему закономерная вещь. А именно, в России, несмотря на то, что в еврозоне спад, в целом, в общем, мировая экономика в плохом состоянии, вроде бы первое полугодие 2019 года оказалось неплохим, то есть был определенный экономический рост. Ну, опять-таки, можно сказать, что цены на нефть благоприятствовали, они действительно благоприятствовали, но, кстати говоря, цены на нефть ведь не поднимались резко вверх, да, то есть они скорее имели тенденцию к снижению, потом к восстановлению, ну, то есть мы не видели какого-то бурного или даже сколько-нибудь стабильного роста цены на нефть, да, то есть по большому счету они стояли примерно на одном и том же месте, а учитывая то, что доллар на самом деле постепенно обесценивается, то в реальном выражении несмотря на российское правительство и российского бизнеса падает, то есть они теряют постепенно вот эту вот подпитку нефтяную. Тем не менее экономика более-менее чувствовала себя сносно, не скажу хорошо, но сносно, учитывая общие кризисные тенденции. И вот обнаруживается удивительная вещь, что, к большому счету, главным источником роста были те самые, так называемые, популистские меры, которые власть приняла в конце 11-го или начале 12-го года, что называется, с перепугу для того, чтобы успокоить общественное мнение, чтобы успокоить особенно провинцию, чтобы, как бы, противопоставить провинцию либеральной Москве. вот, собственно говоря, то, что сделали, как любят говорить либеральные журналисты, для того, чтобы успокоить или, там, приручить Уралвагонзавод. Вот эти меры, включая, скажем, даже госзаказ, тому же самому Уралвагонзаводу, они стали фактором экономического роста. И, знаете, тот случай, когда я был бы счастлив, это несчастье помогло. То есть, если вы, люди, не протестовали в декабре, и потом еще напряжение все это время, может быть, совершенно другими требованиями, лозунгами, но не проявляли некую активность, то, вполне возможно, власть бы этих, так называемых, популистских мероприятий не принимала, никаким бы шагов в плане повышения пенсии, зарплаты, или, да, сдерживали тарифы уже КК, сдерживали транспортных тарифов и так далее, не предпринимала и предпринимала бы их на гораздо более скромном символическом уровне, и мы бы в результате сейчас уже получили экономический спад по полной программе, где-нибудь к лету. Отсюда первый вывод, что с экономической точки зрения общественные протесты бывают целесообразными. Второй момент. Власти, на самом деле, все-таки воспринимали все то, что они делали в течение конца 2011 и начала 2012 года, как выраженное отступление от правильной, на их взгляд, либеральной парадигмы, от правильной либеральной линии. И как только отлегло, что называется, как только стало полегче, как только спало опасность реальных каких-то перемен под давлением массовых протестов, тут же, заметим, начали отыгрывать назад. То есть тарифы ЖКХ поднялись, транспорт подорожал, реформа образования запустили во полной программе, то есть еще были какие-то сомнения, может быть они где-то притормозят, может им хватит здравого смысла не добивать. Нет, в июле запустили всю машину. Более того, ну, в ЭТО, опять же, понятная ситуация, там они с самого начала приняли решение еще в декабре, доиграли его, опять же, в летний период, хотя были некоторые сомнения, потому что очень большие протесты были в том, что и даже в определенных сегментах российского бизнеса. Но, тем не менее, вот, опять же, как только успокоилось все, те сигналы, которые власть подавала на протяжении первого полугода, то, что из ВТО, может быть, пересмотрим, может быть, немножко по-другому будем себя вести, все эти сигналы были отменены и поехали по старому курсу. Больше того, самый вообще анекдотический случай, это с обещанной отменой летнего времени, потому что, посчитать, что все есть процентов населения недовольны, медики вопят, психологи вопят, потому что депрессивное состояние у людей, потому что, опять же, тьма по утрам. Заметьте, кстати, что здесь есть социальный момент, очень немаловажный, потому что, знаете, вот для богемы все равно богеме, который, в любом случае, спать до двух часов дня, ей, наверное, даже очень приятно, что будет немножко позднее темнее, и они еще смогут погулять по улице. А людям, которым нужно идти на работу утром, в первую смену на завод, или преподавать в школе, или дети детям опять же в школу, или поднимать детей в школу утром, да, да, это просто психологическая катастрофа, вот эта тьма за окном, которую прекрасно помню в прошлой зиме. Ну, все, пообещали, да, сказали, что все будет нормально. Даже здесь, по такой мелочи, ощущение, что похоже кинул, да, потому что, ну, вот сколько же времени они прорабатывают вопрос все-таки вернуться, а если вернуться, то как вернуться, значит, дать нам обратно этот час сна, вот один час сна мы просим у них, один час, понимаете. Вот дать нам этот час, и мне дать, они обсуждают, прорабатывают, исследуют вопрос. За это время они приняли закон о митингах, за это время они, значит, прекраснейшую образу посадили Пусть и Райд и Таисе Осипову, за это время они принимали замечательные еще другие законы по неправительственным организациям, по иностранным агентам, ну, то есть, куча всего, они принимали просто машины работы, штампуют бумаги, да, но вот этого они сделать не могут. То есть, иными словами, как только вот эта вот часть власти, по крайней мере, начинает чувствовать себя свободной, тут же они распоряются. Ну, отсюда вот первый год, я вспоминаю слова, иронически, если я ошибаюсь, Маркса, Третьихи Готской программы, опять же, я не могу что-нибудь поправить, если я путаю источник, но там, когда он прочитал про свободное немецкое государство, он написал, что вообще-то не нравится ему идея свободного государства. Лучше, чтобы у государства по отношению к гражданам свободы было поменьше. Чем больше свободы у государства по отношению к гражданам, тем хуже оно будет себя вести с гражданами. Так вот, тем не менее, я хочу обратить ваше внимание на то, что все-таки события прошедших восьми примерно месяцев свидетельствуют о том, что полного единства нету, не только в оппозиции, как мы говорили, но и во власти. То есть, как оппозиция, расколота, на самом деле, разделена на людей, председающих разные цели, и имеющих разные социальные интересы, идеалы и так далее, так, в общем-то, и власть, но она не столь жестко разделена, но в ней тоже есть некоторые различия, некоторые расхождения. И на самом деле, это, кстати говоря, чревато очень неожиданными ситуациями, потому что я, совершенно не включаю возможности того, что при следующем кризисе произойдет, что называется, рекомбинация, реконструкция. То есть, какая-то часть оппозиции слипнется с какой-то частью власти, и мы получим, условно говоря, допустим, там, не знаю, кабинет Навального и Кузьминова с участием Кудрина, или там, подпредседательством Кудрина, который будет проводить либеральную политику, при этом, жесткой рукой подавлять любые протесты, а Сергей Удальцов так уж и быть дадут должность министра социальной политики, что он нас успокаивал, как раз, что не так плохо. Но абсолютно кажется, сейчас, самогарическая картина, но давайте вернемся к этому разговору через полгода. Я абсолютно не утверждаю, что так будет, но я думаю, что вот этот вот расклад покажется через полгода гораздо менее диким, чем кажется сейчас. Поэтому, мне кажется, сейчас абсолютно необходима политическая определенность. Вот хватит говорить двусмысленности. Я абсолютно согласен с теми вещами, которые сейчас говорил Александр, что есть определенные ясность на самом деле в целях. И эту ясность целей нужно максимально донести до граждан России. Тем более, что до тех пор, пока оппозиция остается в своей доминирующей идеологии, надо признать, все-таки либеральной. Сколько бы там левых с красным флагом не ходило на митингах. Пока оппозиция даже в либеральном своем исполнении остается абсолютно нечувствительна к социальным проблемам, которые актуальны для значительной части людей, поддерживающих либералов, но абсолютно не согласны, скажем, реформы образования, до этих пор решать реальные проблемы страны так иначе невозможно. Потому что любой ход событий оставляет, что называется, полную свободу рук тем принципным политикам и в правительственном и в оппозиционном лагере, которые уж как-то разруляют ситуацию. Потому что они не связаны по большому счету никакими однозначными, жесткими, необратимыми обязательствами. Поэтому, еще раз говорю, абсолютно очевидно, что должно быть размежевание, должна быть политическая ясность, которая отнюдь не отменяет требования демократических свобод. Да, это требование нас объединяет, но, я прошу прощения, требование демократических свобод вовсе не предполагает, что мы должны, например, вступать в какой-то координационный совет с людьми, которые придерживаются других взглядов и других целей. Демократия предполагает нурализм и возможность отдельных позиций, разных позиций. Согласие по вопросу демократических свобод абсолютно не предполагает физического или политического объединения с этими господами. Ну да, вот здесь мы с ним согласны. Точка, ну согласны хорошо. Больше нас никак это не мотивирует на совместные действия. Поэтому разбеживание, на мой взгляд, абсолютно необходимо, но надо понимать, что для тех, кто уступает за социальные требования, за интересы трудящихся, за широкую коалицию в защиту образования, здравоохранения, трудовых прав и так далее, для них есть очень существенные проблемы, у них нет политических инструментов, то есть массовых или хорошо организованных политических структур, у них нет механизмов политического действия очень часто. Вот мы говорим, говорим, а что мы делаем вот такого, чтобы нас радикально отличалось и площадок альтернативной мобилизации. То есть в итоге мы все равно идем на то же сам ваш миллион, заметите. Ну, правда, отдельную колонну, образовательная колонна, красная колонна. Вообще, честно говоря, если мне образовательная колонна, я бы, наверное, может быть, уже 15 сентября подумал идти или нет, честно скажу, потому что уже устал. Но, тем не менее, задача является практически нам необходимо создать площадки и механизмы собственной альтернативной мобилизации. И тогда размежевание станет не просто необходимым политически, но и эффективным в плане реальных общественных процессов, реальных общественных перемен. Спасибо.